Доброе утро, копибары! Ну что, по горячим следам у нас биток, соответственно, вылетел на 4%. Сегодня вышли ночью новости положительные, как в принципе я ожидал, просто было непонятно, насколько это все отразится на рынке по ETF, то есть пришла ликвидность. Ну давайте в целом разбираться, что у нас по рынку, как к этому относиться и, собственно, есть ли подвох во всей данной ситуации. Поехали. Небольшой ликбез. Вообще, что такое ETF и почему это привлекает непосредственно ликвидность? ETF, это по факту связано три вещи. Это биржа, крупные инвестиционные фонды или те корпорации, которые могут управлять деньгами, но по факту это и есть инвестиционный фонд и обычная масса людей. Так вот, ETF разрешает вот этим вот крупным фондам брать управление, деньги под, так скажем, управление среди обычных людей в управлении. Есть только одно но. Криптовалюта у нас не урегулирована, нигде не зарегламентирована и, соответственно, огромные шансы манипуляций и вот что вот эти вот люди, которые отдадут деньги в данный фонд, если будет какой-то жесткий скам, то они, соответственно, пойдут с вопросами, а где мои деньги? Собственно, именно поэтому главный камень прикновения это SEC, то есть компания, которая занимается расследованием по финансовым условно махинациям в Америке. Стать ее оставлю вам в ссылке под данное видео, можете почитать, ознакомиться, ничего сложного нет, но для общей картины мира в целом очень полезно. Перед тем, как мы вернемся к главной теме, давайте очень быстренько пробежимся по основным новостям, благо их было немного за последнюю неделю и последние выходные в частности. У нас есть прикольное это, что Honda, это крупный гигант по автомобильному строению, все, что с этим связано, разрешил покупать свои, собственно, товары через Pepe и Flokie. Раньше так я пробовала делать Tesla через Bitgift. В целом все эти новости, они, естественно, направлены на какой-то небольшой хайп и на привлечение внимания к своему бренду. Но в целом все это создает приятный, позитивный фут. Возможно, они, опять же, сделали это под ETF. Второй момент, что надо обратить обязательно внимание, это новость по Maniti VLD. Я снимал по ней обзор. Да, она сейчас находится в зоне роста, но в целом у нас по VLD идут очень нехорошие разбирательства и все их расследования, там, например, по Кении, например, что представляет собой кэшпионаж, представляет угрозу национальному статусу. Криптовалюты и токены, где заявляются такие новости, причем на федеральном уровне, я не думаю, что в большой перспективе смогут вырасти. Даже если так и будет, в любом случае будут очень жесткие коррекции, потому что крупные инвесторы всегда обращают внимание на такие информационные фоны. Но, опять же, вы должны понимать, что огромное количество токенов принадлежит маркетозам для того, чтобы как раз сдерживать вот эти волны как позитивы, так и негатив. Поэтому, если вы торгуете в VLD, будьте с ней максимально аккуратны. Ну и на день сегодняшний надо понимать, что у нас сегодня выступление пало в 18 часов и, собственно, есть еще небольшую новость в течение дня, но самое главное, что сегодня в 18 часов в Москве нужно быть максимально аккуратным. Ну а теперь давайте посмотрим, собственно, что у нас по битку, по рынку, и, собственно, что у нас делают крупные те же самые фонды и крупные игроки рынка. Давайте разбираться чуть-чуть поподробнее. А вот как раз по крупным кошелькам весьма противоречивая ситуация сложилась. На предыдущей неделе, я уже говорил и показывал, что у нас крупные участники рынка заливают достаточно большое количество, в первую очередь, эфира, во-вторых, битка, понятное дело, и в-третьих, это репла. И, казалось бы, то есть сейчас у нас рынок вылетел, то есть у нас позитив, началась бычка, они должны совершать какие-то покупки, соответственно, покупки сопровождаются выводом с бирж. Но если посмотреть по общему движению, то никаких выводов нет. Ну, был один, да, крупный вывод как раз на 67 миллионов с Coinbase. И, кстати, надо опять же повториться, что все самые крупные транзакции идут на Coinbase и Kraken, то есть американские биржи. И мы должны были сейчас увидеть, что крупный капитал выводит какие-то активы, возможно, покупает какие-то альты, ну, что-то еще докупает на общем движении. Но на самом деле ничего этого мы не видим. Здесь есть два варианта. Первое, либо те деньги, которые были заведены на бирже, они были сейчас реализованы вот на этой вот волне позитива и просто распроданы по, ну, соответственно, хорошей цене. Либо второй вариант, мы, опять же, это все не продали и продадим в дальнейшем. То есть здесь нужно искать какой-то подвох. И первое, что я думаю, к чему это ведет, что сейчас будет, опять же, будет достаточно глубокая коррекция по битку на эфиру. И мы просто сейчас вернемся вот в эту зону назад к 27.300, потому что, опять же, нет у меня перед глазами никакого подтверждения тому, что действительно те игроки рынка, которые закупаются и двигаются, сейчас это будут делать. Ну, посмотрим в любом случае. Но сейчас именно вот такая картина противоречивая. То есть рынок вроде как зеленый, все вылетело, но по факту крупных движений нет. Еще надо обратить внимание на то, что все монеты практически имеют полную корреляцию к битку. И сейчас лишь одна монета, которая действительно сильнее рынка, это монета ОГН. Вот она сейчас перед вашими глазами. Откроем 4 часа. Вот ее график. Видим, что она вылетает, подходит к своим каким-то хаям. Возможно, сюда дотянут, дальше уже будет видно. Все остальные имеют достаточно крупную корреляцию. Вчера там ЛПТ вылетело. А так, в целом, рынок находится, опять же, в не самой понятной фазе. Нужно смотреть за новостями. Возможно, сегодня после выступления Паула все станет более-менее ясно. Возможно, это будет, опять же, каким-то триггером для рынка. Ну, вот такие вот новости. Больше не смею вас задерживать, затягивать. Это было самое все информативное, ценное. Если вам данная информация нравится, помните, что лучше благодарность от вас поставить пальцы вверх, подписаться, провести какую-то активность, написать вопросы. Пишите в нашей группе в Телеграме. Мы там ведем очень душевные беседы, поэтому присоединяйтесь к нам. Нам вас не хватает. Ну что ж, друзья, спасибо всем за внимание. До новых встреч. Жду вас завтра в то же время. Пока.